МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...в необходимости газоанализаторов и продавали товар по нереально завышенной цене. Установлено, что указанные лица продавали газоанализаторы по завышенным ценам путем мошенничества, получая денежные средства от пожилых жителей Тверской области, Московской и Ленинградской области. На скамье подсудимых 22 человека. По данным следствия, организатором группы была 35-летняя жительница Калининского района. Группа действовала с 2017 по 2020 годы. Жертвами мошенников только тех, кого установило следствие, стали 204 человека. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Мошенничество. Совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере. Дело расследовалось следственной частью ОМВД. Объем уголовного дела насчитывает 1 тысячу томов. Рассмотрение дела в суде не раз откладывалось из-за участия большого числа подсудимых и адвокатов в связи с болезнью некоторых из них. Мы следим за ходом событий. В этих коробках гуманитарная помощь жителям Донбасса, собранной сотрудниками всех учреждений региональной ФСИН. Сотрудники УФСИН России по Тверской области в помощь многострадальным жителям Донецка и Луганска верой в победу собирали все необходимое. Продукты питания длительного хранения консервированные, значит, крупы, сахар, сгущенка. И есть элементы гигиены, необходимые принадлежности. В Тверской управлении ФСИН собранная гуманитарная помощь пришла из многочисленных районов, где базируются следственные изоляторы и исправительные колонии ведомства. Все это направлено в единый пункт приема гуманитарной помощи. Мы без грузчиков, да, все делаем сами, грузим, сортируем. Конечно, есть помощники-волонтеры, но, как правило, машины приезжают внезапно. И кто приезжает открывать склад, тот и разгружает. Поэтому сегодня, конечно, супер, что так много людей на разгрузке. По словам специалистов Красного Креста, с начала специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик не уменьшилось число желающих оказать людям посильную помощь. Очень много людей, которые хотят помочь, объединяются в группы, в том числе помогают. Есть у нас даже база помощи людей, которые говорят, звоните, и мы привезем, что не хватает, что необходимо, в данный момент конкретно какие у вас потребности. На своих экранах вы видите телефон Тверского отделения Российского Красного Креста. для тех, кто хочет оказать посильную помощь жителям Донбасса.